Однажды я в интернете сказал, что на первый взгляд у тестировщиков дегенератская работа. И сразу же целая куча залётных людей с гребешками в комментариях порвались и потекли кулстори, насколько же тестировщики нужны. А я как бы даже не говорил, что они не нужны. Я сказал, что на первый взгляд их работа достаточно простая. Ни больше, ни меньше. Любой нормальный человек, имеющий глубокое знакомство с процессом разработки, прекрасно понимает, что тестировщики нужны, и чем заканчивается ситуация, когда на куашниках лица не обезображены интеллектом. Некоторые же из-за отсутствия опыта начинают плавать в гипотетических или воображаемых ситуациях. Я взрослая зрелая личность и не собираюсь подыгрывать фантазиям инфантильных личностей. Именно поэтому не нужно пользоваться мной как посредником между реальностью и инфантильным манимиром. И тем не менее, типичное первое впечатление о тестировщиках вот какое-то нехорошее. Вы можете все что угодно говорить про то, что все профессии важны, все профессии нужны, но я-то знаю, какое у общества настоящее отношение к тестерам. Вы там все думаете, что программистики по разным чатам не рафлируют над куашниками? Да они воспринимают их как не слишком нужную часть команды, и относятся к ним в худшем случае с высокомерием. В лучшем случае, как к детям. Лично для меня эти постоянные плевки в сторону куал-мануал отвратительны. Они являются следствием незнания процесса. Я же собираюсь вступиться за тестировщиков и закрыть их от нападок хейтеров своей широкой мужской грудью. Поэтому если ты хочешь вкатиться в тестирование, ни в коем случае не стесняйся этого. Есть мнение, например, что в тестировании порог входа меньше, чем, например, в программировании. И это мнение правдило. Так же, как и правдиво мнение, что рыночек крепко прогрет, и среди всяких Петровичей-самоучек протолкнуться довольно сложно. Чтобы не испытывать таких трудностей, можно поступить, например, в Ката Академи на курс «Инженер-тестировщик». Курс особенно хорошо подойдет для тех, кто не готов вот просто взять и сразу занести огромный мешок бабок в кассу. У них особая модель оплаты. Ты сначала учишься, устраиваешься по профессии, и только после этого платишь по 17% от зарплаты в течение двух лет. Если вдруг по каким-то причинам ты не справишься, то не будешь должен и копейки. Ну и очевидно, что в этой ситуации у менторов Ката Академи и у тебя появляются общие цели. Ты должен быть хорошо обучен, устроен по профессии и получать 300к в наносекунду. Иначе по-другому с тебя бабулесик не получить. Сразу предупреждаю, что при таких условиях придется реально жестко впахивать. Курс довольно интенсивный и объемный. Перед устройством тебя научат тестировать веб-мобильные десктоп-приложения с помощью целого вороха профессиональных инструментов боевой коалы-мануалы. То есть сделают из тебя настоящего бойца тестировочного фронта. Короче, Ката Академи это хорошая возможность влезть в профессию на голом энтузиазме и без денег. Так что если тебе такая перспектива нравится, то проходи по ссылке в описании и записывайся на курс. Вот знаете, работу девопсов видно широкому кругу людей. Сервачки крутятся, контейнеры мутятся. На сайты все еще можно зайти. Работу программистов видно. Стартапы пишутся, смузи выпиваются. А вот работу тестировщика видят только внутри команды, потому что она выражается не в запильных фичах, а в подорванных попочках программистов и не только. И эта ситуация один из главных источников заблуждений для внешнего наблюдателя. Никакого отдельного продукта тестировщик не генерирует, значит, наверное, ничего не делает. А это значит не нужен. И вообще паразит. Изнутри же команды все по-другому. Причем настолько по-другому, что сколько бы людей я не опрашивал, все говорят разное. Используя интуицию как ультимативный источник знания, я понял, что дело в том, что тестировщики занимаются разным в каждой команде в зависимости от процессов и продукта. У одного тестировщики занимаются просто написанием автотестов, у другого тестировщики пердолятся с аналитиками, у третьего они вообще умудряются в коде ковыряться, у четвертого тестировщиков в команде нет. И в принципе это логично. Если у тебя, например, вонючий стартап на стадии МВП, то ничего страшного, если у тебя не будет тестеров. Да что там тестеров, в принципе и программировать-то можно пяткой. А уж когда будет финансирование, там и будешь запариваться. Цена ошибки около нулевая. Ну а если у тебя какой-нибудь финтех, на котором крутятся миллиарды чужих баксов, то лично я, как человек, который программирует критические баги, чаще, чем что-то полезное, вообще манал принимать на себя ответственность за эти самые критические баги. Поэтому дайте мне тестировщиков, да побольше, пусть они следят за моим говнокодом и несут за него ответственность. В таких условиях, когда цена ошибки чья-то жизнь или чьи-то ресурсы, нужно разрабатывать особые протоколы и методики тестирования. Если честно, уже не совсем как-то походит на обезьянью работу. А вот у господ аутосорсеров, например, великое множество проектов на одновременной поддержке и разработке. В таких ситуациях тестировщики выполняют роль не только ловителей багов, но и правой руки аналитиков, валидирующих ТЗ и исполненную работу. ТЗ содержит набор требований. Если на программированный сервис подходит под этот набор требований, то работа выполнена. А кто составляет тест-кейсы и проверки? Правильно, тестировщики. Тогда уже вопрос, зачем тестировщику разбираться в каких-нибудь доменах, отпадает сам с собой. А ведь мы и на проект можем посмотреть с другой стороны. Со стороны целевой платформы. Вот, например, вы программировали когда-нибудь фронт-энд для широкой аудитории? У пользователей невероятное разнообразие девайсов от китайских ноунеймов, собранных в подвале бамбукового дома предприимчивым филиппинцем, до капризного айфона с конченными фичами браузера. Чем сложнее у тебя фронт-энд, тем больше шансов, что он будет у тебя ехать на пользовательских устройствах. И вы думаете, где-то есть справочник со всеми конченными фичами браузеров? Его нет. Единственный способ знать их, это сталкиваться с ними на опыте. Ну вот, например, вы знали, что если у вас на сайте есть видео, допустим, на фоне, то оно не будет автовоспроизводиться на айфоне в энергосберегающем режиме. Или что это самое видео, которое должно быть фоном, будет открываться вместо сайта на некоторых встроенных браузерах. Таких нюансов тысяча, знать их все можно только в том случае, если с ними сталкивался. То есть на опыте. Это, кстати, одна из тех вещей, из-за которых тестировщик должен помогать аналитику. Тестировщик лучше знаком с такими вот ограничениями платформы. Из этого всего можно сделать вывод, что требования к тестировщику разнятся от проекта к проекту, и некоторые вещи можно знать только на опыте. Этим самым они облегчают работу аналитику, они снимают невероятный груз ответственности с программистов и валидируют выполненную работу. И если они не будут выполнять эту работу, значит ее на себя должен будет взять кто-то другой. Как вы думаете, аналитик, не зная тонкости платформы, не обосрется с составлением требований? Да их же хлебом не корми, дай в требования написать что-то невозможное. В этих условиях вообще нельзя поднимать вопрос ненужности тестировщиков. И работа тестировщиков не дегенератская, потому что есть следующие факты анти-дегенератности. Разные проекты от тестировщика требуют невероятной гибкости. Разные платформы требуют знания, куча нюансов. А вот вы знаете, эрудированность и гибкость мышления дегенератам как-то не свойственны. Поэтому не обижайте тестировщиков, во-первых они хорошие. Во-вторых, если вы им не понравитесь, то вас забулят в интернете и потом придется объяснять, что все на самом деле не так. Ну и если я какой-то видос до конца досмотрел, то никогда не поленюсь поставить лайк и написать в комментах что-то вроде «Братан, хорош, давай-давай, вперед, контент в кайф, можно еще, вообще красавчик, можно вот это вот почаще». Давайте пока. Продолжение следует...